МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 февраля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта окружили город Кеннексберг. Командующий фронтом генерал-армии Иван Черняховский накануне наступления едет на передовую проверять позиции войск. Ситуация сложная. Нельзя терять ни минуты. Однако выезд задерживается. Ординарец пришел к мундиру маршальские погоны. Иван Данилович, примерьте, вам скоро его носить. Но Черняховский недоволен. Мерить заранее плохая примета. Да и некогда сейчас. Через минуту машина Черняховского, стремительно набирая ход, выезжает из штаба в направлении линии фронта. Стояла у нас хрустальная ваза в буфете, в столовой. Мы жили с Марией Парамонной. И вдруг, ну, что-то она открыла буфет там, и увидела, что ваза треснула. Вот что-то было, чувствовалось. Я тоже как-то была в плохом настроении, места себе не находила. А утром в шесть утра ко мне в комнату зашла Мария Парамонна. И выключила радио. И по лицу я вижу, что-то произошло. Открыла дверь, и я вижу, в столовой сидит военный. Но я поняла, что что-то плохо. Вот такая трагическая смерть в 38 лет. За два месяца до конца войны и за пять дней до получения маршальского звания. Он должен был стать самым молодым маршалом в истории советской армии. И он был достоин этого звания. Он был выдающимся военачальником, и это признавали даже враги. Ну, что же произошло? Трагическая случайность? Судьба? Или что-то третье, чего мы не знаем, не понимаем, даже предположить не можем? Что на самом деле произошло в тот день блеснозеленного пункта Мельзак? По одной из версий, Черняховский решил проинспектировать части генерала Горбатого, якобы тормозившего наступление. По разбитой танками дороге он едет на командный пункт. Но генерала там не оказывается. Похоже, он просто прячется от командующего, дабы не получить на орехи. Черняховский по той же дороге едет обратно в штаб и попадает под обстрел. Адъютант сидел Комаров сзади. Причем сидел как-то вот, разговаривая с отцом за этим шофером, если бы он сидел прямо за папой, к нему снаряд. Снаряд же пробил машину, сидение в сердце. В музее советской армии там в обе кеши висит, была пробита прямо где сердце. И вылетел этот снаряд, ранил Бориса, шофера, и вылетел еще в окно. Вот такой был силы снаряд. Один. Осколок. Судьба или... Когда семья конюха Данила Черняховского сел за скудный ужин, в хату ворвались петлюровцы. «Беги по дворам, с обереном коней!» – прозвучал приказ главаря. Хозяин дома наотрез отказался. Тогда на глазах у жены и пятерых детей его скрутили и потащили на расстрел. Первым среагировал сын Ваня. Он не растерялся и побежал по соседям. «Батю уводят!» Вооружившись топорами и вилами, односельчане поспешили на подмогу. Общими усилиями отца удалось отбить. Ваня радовался до слез. Однако пережитое не прошло для Данила Николаевича бесследно. И он слег. На нервное потрясение наложился тиф. Через неделю отца не стало. А вскоре за ним ушла и мать. Ваня остался круглым сиротой. Его малолетних братьев и сестер взял на воспитание друг семьи. А Ваня, не желая быть обузой, поначалу пошел в пастухи, а потом отправился на заработки в Москву. Ехал в товарных вагонах, попрошайничал, беспризорничал. Но такой способ находиться и пропитание Ване был не по душе. И он возвратился в родное село. Вскоре, приписав себе лишний год, Иван Черняховский устраивается в паровозное депо. Путевой рабочий, затем слесарь, а потом идет учиться. И делает это так успешно, что в 15 лет экстерном заканчивает среднюю школу. Однажды он узнает об открывшемся наборе в Одесское пехотное училище. Школа красных командиров. Да об этом мечтает в те годы каждый мальчишка. Иван не исключение. И с осени 24-го года Иван Черняховский – один из лучших курсантов училища. Однажды, когда все отправились на стрельбы, Черняховский прихватил с собой утюг. «Зачем тебе?» – смеялись приятели. «Ты что, портной?» Но когда он вышел на огневой рубеж, смешки смолкли. Все пули молодого курсанта угодили точно в яблочко. Оказывается, все свободное время Иван подолгу тренировался, держа в вытянутой правой руке вместо пистолета тот самый утюг, чтобы рука во время стрельбы была твердой. Отличные результаты Черняховскому дают увольнительную. Он едет домой к родным, и там знакомится с красавицей Тасей, приехавшей из Киева погостить. Расставаться с ней ему уже не захотелось. Но как быть он в Одессе, а она в Киеве? Решение приходит быстро. Надо перевестись в киевскую артиллерийскую школу. Сказано – сделано. Он перевелся в Киев сразу на второй курс. Поначалу и здесь над ним тоже посмеивались. Ну куда ему, пехотинцевы, артиллеристы? Ну а Черняховский всего за год не только догнал своих товарищей, но и стал лучшим на курсе. И хотя курсантам запрещалось ступать в брак до окончания училища, Иван делает Тасе предложение. Вскоре у молодых рождается дочь не Анила, а позже сын Олег. А Черняховский уже устремляется к новым вершинам. Готовится к поступлению в военную академию. Все шло гладко, если бы не хирург на медкомиссии. Молодой человек, да у вас плоскостопие. Но Черняховский не привык отступать. Он идет к начальнику академии, и тот заявляет, Готов сделать для вас исключение, если вы все экзамены сдадите на отлично. Требование было почти невыполнимое, но Черняховский справился и был зачислен. И так было всегда. Он не полагался на судьбу, всего добивался сам. Только так. Но завистники называли его везунчиком. И говорили, не может же всю жизнь ему везти. Придет время, и судьба покажет ему кукиш. Так может и тот злополучный осколок, просто банальное невезение, случайность? А если нет? Если предположить, что в штаб Черняховского внедрился вражеский шпион. Таких случаев в годы войны было немало. И тогда дорога, по которой ехал Черняховский, простреливалась совсем даже не случайно. Ведь что может быть больше удачи на фронте, чем обезглавить армию противника? Именно в военной академии у Черняховского пробуждается полководческий талант. Он серьезно занимается вопросами взаимодействия в бою всех родов войск, а не только отдельных частей. Однокурсники вспоминали. Над некоторыми теоретическими задачами мы бились часами, а Иван раскалывал их за пару минут. Неудивительно, что у Черняховского появляются завистники. Один из них пишет на будущего полководца донос. Мол, Черняховский скрыл свое социальное происхождение. В те годы это могло иметь самые серьезные последствия. В армии идут чудовищные чистки командного состава. Осуждено 4 командарма 1-го ранга. 10 командармов 2-го ранга. 62 комкора. 139 комдивов. 222 комбрига. Многие из них расстреляны. В том числе три маршала Советского Союза из пяти. Тухачевский, Блюхер, Егоров. Армия фактически обезглавлена. Был такой момент, когда он уезжал и сказал, что Тася, если я подниму документы, которые свидетельствовали, что я ни в чем не виноват, я вернусь, а если нет, не вернусь. Ну, в общем, был такой период тогда, ужасный был период. В НКВД Черняховскому вспомнили все. И польские корни, и то, что во время Первой мировой его отец служил в армии Брусилова. Тогда ему повезло. Дело ограничилось лишь разъяснительной беседой. Домой он вернулся бледным и измученным. Таким родные прежде его не видели. Закончив академию, Черняховский возвращается в Киев, командовать танковым батальоном. А ведь ему еще нет и тридцати. Через два года он уже командует полком. Черняховский неизменно подтянутый бодр. Ведь командир должен подавать пример. Бойцы отвечают ему взаимностью. На учениях полки Ивана Даниловича неизменно занимает первое место. Он находит время для всего. Блестяще разбирается в литературе. Прекрасно играет на пианино. И даже поет сложнейшие оперные арии. Но больше всего на свете он дорожит своими детьми. Трудно было нам быть его детьми. Потому что его принцип основной... Если уже работаешь, работаешь на отлично, учишься, значит, выполняй свой долг, учись на отлично. Мы учились на отлично. В марте 41-го полковник Черняховский стал командиром танковой дивизии, дислоцированной под Шауляем. А 22-го июня началась война. Из письма Ивана Черняховского. Фашистские собаки затеяли войну не с горсточкой какого-нибудь войска, а с могучей Красной Армией, с великим советским 200-миллионным народом. И нет сомнения, что на нашей родной земле они найдут себе могилу. Немецкие войска стремительно продвигаются вглубь нашей территории. На дивизию Черняховского обрушивается по 10-12 вражеских атак в день. Приказ отступить. Но он не привык так легко сдаваться. Он нарушает приказ, вступает в бой с многократно превосходящими силами противника. И отбрасывает их на несколько километров. Более того, уже через пару дней Черняховский переходит границу с Восточной Пруссией и бьет врага на его территории. Гитлеровцев растерянности. Теперь он так будет поступать всегда. При любой малейшей возможности будет атаковать. А тогда, за проявленную инициативу, он получил свой первый орден Красного Знамени. Потом их было еще три. Случаи небывалые. Вообще, за время войны он получил столько наград, сколько, наверное, не получал никто другой. Он был дважды героем Советского Союза. Имел два ордена Ленина. Ордена Суворова и Кутузова первой степени. В общем, всего несчастья. О рискованной прямоте и откровенности Черняховского ходили легенды. О карьере он не думал. Как-то летом 44-го, перед началом белорусской операции, в результате которой была разгромлена знаменитая группа армий «Центр», в штаб к Черняховскому приехал Жуков. Командиры стали заискивать перед главнокомандующим, приукрашивать ситуацию. Жуков спросил Черняховского. «Сколько вам времени надо на отработку взаимодействия частей?» Черняховский ответил без обиняков. «Если в вашем присутствии, то хорошо, если к ночи управимся. А если вас не будет, то за один час». Жуков вынужден был уехать. Это случилось под Житомиром в декабре 43-го. Готовилось наступление. Узнав от разведчиков, что немцы будут отмечать Рождество, и большинство частей уйдет с передовой на праздничный обед, Черняховский решает перенести намеченное наступление на день раньше. Его расчет и в этот раз оказывается верным. Туже чаще останки наши прорвали фронт и буквально смяли непобедимую армию генерала Монштейна. Работоспособность Черняховского поражает. При подготовке к крупной операции он может сутками не спать и не позволит себе расслабиться, пока весь план наступления не будет проработан до мельчайших деталей. Он над каждой операцией думал. И самое главное было у него как можно меньше потерь. Минимальными потерями добиться главных целей. Эту версию гибели генерала бойцы пересказывали друг другу шепотом. В военное время. За нее могли запросто отправить в штрафбат, а то и в лагеря. Говорили, будто машина Черняховского на узкой проселочной дороге не смогла разъехаться с шедшим навстречу нашим танкам и угодила в кювит. Никто не пострадал, машину вытащили. Она продолжила движение. Но офицер НКВД усмотрел в этом попытку покушения на жизнь командующего фронтом. Он обвинил командира экипажа танка в пособничестве оккупантам и расстрелял на месте. По законам военного времени. Офицер уехал следом за Черняховским. А вдогонку ему полетел снаряд. Обозленный несправедливой расправой экипаж отомстил за своего командира. Но снаряд попал не в ту машину. Версия фантастическая. Но в 90-х годах некоторые газеты утверждали, снаряд прилетел именно с нашей стороны. В январе 43-го в ходе Воронежско-Касторнинской операции в части 60-й армии под командованием Черняховского в результате блестяще организованного удара освобождает Воронеж. Было уничтожено 26 дивизий противника. В плен взято почти 75 тысяч немецких солдат. Победа сопоставима и со Сталинградской. Но Черняховский проведенной операцией остается недоволен. По его мнению, не был обеспечен необходимый темп наступления, и вообще войска действовали недостаточно слаженно. Из письма Ивана Черняховского. Не думайте, что в военной науке есть какая-то точка, достигнув которой, можно сказать, хватит, дальше можно не углубляться. Надо неустанно совершенствовать свое боевое мастерство. Своё мастерство Черняховский продемонстрировал всего через две недели во время операции по освобождению Курска. Утром 8 февраля его танки врываются в город, а уже к вечеру идут первые допросы пленных немецких генералов. Начав наступление на второстепенном направлении Воронежского фронта, Черняховский продвигается вперед настолько успешно, что уже к лету это направление становится центральным. Во второй половине сентября 1943 года войска Черняховского выходят в берегу Днепра. Как только несколько передовых батальонов форсируют реку, Черняховский, презрев опасность, отправляется на западный берег лично руководить боем. Во время переправы в метре от его лодки взрывается снаряд. Стоящий рядом боец изрешечён осколками. На Черняховском не царапили. Снова везение. Впоследствии его днепровский бросок войдёт во все военные учебники. Всего за два дня армия Черняховского продвинулась на 60 километров вглубь фронта и расчистила дорогу на Киеве. Почему Черняховский не имел ни одного поражения? Он всё время изучал противника, его тактику, и всё время находил какие-то ходы ответные. Но он был прирождённый полководец. В апреле 44-го года 37-летнему генералу Черняховскому поручает командование Третьим Белорусским фронтом. Это высшее признание его таланта. Достаточно сказать, что первым белорусским командует Жуков, а вторым – Рокоссовский. Черняховский среди них самый молодой и единственный, чей путь от полковника до генерала армии занял всего два года. Во время белорусской операции Черняховский пошёл на риск. Вопреки рекомендациям направить основные силы вдоль шоссейных дорог, он решил идти через болото и выиграл. 26 июня 44-го года войска Черняховского освобождают в Витебск. Через неделю – в Минск. Ещё через 10 дней – в Вильнюс. Во время штурма Вильнюса Черняховский приказывает не бомбить город из тяжёлых орудий и тем спасает от разрушения его уникальную архитектуру. Войска его фронта продвигаются на запад с удивительной скоростью. Новый 1945 год он встречал вместе с семьёй в Восточной Пруссии. Зима была слякотная, настроения не новогодние, дети сидели дома, почти не гуляли и удивлялись. Почему отец такой невесёлый? «Вид скоро победа!» Они вспоминали, каким он был радостным в их первый приезд на фронт после удачной белорусской операции и освобождения Литвы. Тогда он уделял детям много внимания, даже возил концерт. Ведь на третьем, в Белорусском фронте, был замечательный ансамбль песни и пляски. Он был создан усилиями отца и славился на всех фронтах. Когда каникулы кончились, дети уехали в Москву, а Тася осталась с мужем. До победы было всего 4 месяца. Во время одного из последних боёв, когда Черняховский проводил оперативное совещание с командирами, все услышали пронзительный звук летящего снаряда. Все тут же пригнулись к земле, кроме Черняховского. Азбука военной искусства была у него в крови. Если слышен свист снаряда, можно не волноваться, это перелёт. А вот если видишь вспышку выстрела, значит, снаряд ещё летит. И есть пара секунд, чтобы забежать в укрытие. В тот роковой день у него не было тех спасительных секунд. Может быть, потому, что это было спланированное убийство. Ведь массированного обстрела дороги не было. Был выпущен всего один снаряд. Но кому это было нужно? Берия начал настраивать немножко Сталина. Он боялся усиления их влияния, что так быстро растёт полководец. Ему должно было маршала летать уже 23 февраля 1945 года. Вот стал бы он, скажем, войну закончен маршалом, а потом бы его и куда-то подевали. Понимаете? Сталин же был очень подозрительный. Не дай Бог кто-то авторитета, авторитет больше, чем у него был бы. Так что ничего неизвестно. Понимаете? Может, Бог так и распорядился, чтобы он остался всё-таки. А недобожелателей у меня было очень много. Из высшего командного состава много было. Узнав о гибели Ивана, красавица Тася посидела в одно мгновение. Она больше никогда не вышла замуж. Благодарность за спасение города Вильнюса похоронили Черняховского на центральной площади. Проводить его пришёл почти весь город. В 91-м году его прах по просьбе жены перенесут из Вильнюса в Москву на наводеющий кладбище. Они сделали такой склеп. Вообще всё было сделано здорово. И они не только русские, а литовцы просили прощения у отца. Был выставлен в доме офицеров гроб. И плакали, на колени становились, просили прощения, что вот так повернулось, что забирают Черняховского. Из письма Ивана Черняховского. Легко будет отчитываться перед родиной тому воину, кто до конца выполнил свой долг. И трудно будет держать ответ тому, кто искал себе лёгкое место, кто в бою с врагом не был смелым и решительным. Все эти версии не более чем догадки, фантастические догадки. В конце концов, не важно, кто убил Черняховского или что убило Черняховского. Важно то, что это была невосполнимая потеря для всех. Для семьи, для армии. И вот только одна цифра. За время Второй мировой войны Москва 34 раза салютовала войскам Черняховского. Такого не знал ни один другой военачальник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова